Программа «Народная трибуна». Открытый микрофон для всех, кто желает высказать свое мнение. Свое мнение. Телефон прямого эфира 847-400-5200. Здравствуйте. Я имею что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Каждый может... Высказать, не высказать, сказать. Добрый день, добрый день, уважаемые дамы и господа. Вы слушаете «Радио «Народная волна»» на частоте 14.30 АМ 99,1 ФМ. На нашем веб-сайте radio-nvc.com и на нашем YouTube-канале, где смотрю уже достаточное или приличное, или огромное количество зрителей и слушателей. Привет всем! Всем привет! И начать я хочу, во-первых, с поздравления всех сотрудников нашей радиостанции. А может, мы начнем поздравлять тебя? Тора Ченч. Начнем. Потому что именинник вообще-то ты. Ну, я не один стоял у истоков этого радио, поэтому я хочу поздравить всех, кто так или иначе был причастен на протяжении этих лет. А вчера нам исполнилось 17 лет. По историческим меркам срок небольшой, но для радио вообще, по-моему, срок приличный. То есть подросток прошел пубертатный период? Да, абсолютно. И в связи с этим мне хотелось бы поблагодарить наших рекламодателей. Некоторые из них уже почти 17 лет или 17 лет с нами и поддерживают нас. Ну, кто-то был на разных периодах с нами. Огромное вам спасибо. Благодаря вашей поддержке, благодаря нашему сотрудничеству. Вот, уже 17 лет выходим в эфир. И мне хотелось бы нижайшим образом, нижайший поклон в адрес наших радиослушателей, за их лояльность и за то, что в трудные минуты они нас поддерживали, и не только, кстати говоря, морально. Спасибо вам огромное и низкий-низкий поклон. В комментариях в фейсбуке один наш поклонник или слушатель из Израиля написал, ну что в связи с тем, что враги, возможно, победят. Типа, трындец радио придет. На что я ответил, нет, враги приходят и уходят, а мы остаемся. Это 100%. Так что, друзья мои, еще раз... Мы пережили Керенского, мы пережили Николая Второго, переживем и это. Давай-ка я приму звонки. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Приглушите радиоприемник, слушаем вас. Добрый день. Вчера в программе Луи Добсов прозвучала информация, что прокурор Дорхэм ничего такого в Обаме Гэнт не нашел за 18 месяцев. Как вы это прокомментируете? Спасибо. Я не знаю, что, может, Сережа что-то слышал, я этого не слышал, поэтому прокомментировать не могу ничего. Я, кстати, сказать, вчера вообще ничего не слышал, потому что вчера, еще пяти часов не было, я приехал на избирательный участок, потому что, ну, я прошел тренинг и был судьей на избирательном участке. Давай, примем звонок, потом я расскажу всю эту историю. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Я с самого начала решила позвонить, потому что я хочу понять, может быть, вы в курсе. Я услышала от своей подруги, она это нашла на Google, значит, прозвучала такая информация, что несколько штатов, они прекратили как бы на день раньше подсчет голосов, как бы второго закончили, но как бы третьего не было, я не знаю, что это значит, но поэтому, именно поэтому Трамп сказал, он как бы, ну, пошутил, что, честно говоря, мы ведь уже выиграли, он имел в виду именно это. Ну, он, конечно, у него длинный язык, это пока нельзя заявлять таких, но то, что он подает, даже помимо... Окей, давайте мы не будем, спасибо большое, давайте мы не будем распускать слухи, потому что это абсолютно не имеет никакого отношения к этому. Мы обязательно к этому вернемся, спасибо большое, обязательно поговорим о том, что происходит. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте, Сергей, здравствуйте, Анатолий. Добрый день. Это Женя. Да, Женя. Я вас поздравляю с 17-летием и желаю еще как можно больше раз постолька же. Дай бог, дай бог, спасибо, Женя, спасибо. Спасибо. Ну и что, какая мысль? Вы знаете, настроение упадническое, все пропало. Ну, на самом деле не все пропало. Пару рюмок и все стоит намного лучше. Спасибо, спасибо за поздравления и за добрые пожелания. Так, я вернусь к вчерашнему дню на избирательном участке, значит, я говорил как-то в передаче, один радиослушатель задал вопрос, прокомментировал что-то, я сказал, что по правилам должно быть там два судьи, рядом которые сидят, проверяют подписи и так далее, в соответствии анкете бюллетеню, номеру участка и стилю бюллетеня. И один должен быть республиканец, другой демократ. У нас в линии сидело шесть судей, среди них был только один республиканец. Это я понял по разговорам, по косвенным. Я не спрашивал, конечно, никого, кто из вас ребята там, но судя по разговору, который происходил между этими судьями, я понял, что я там как белая ворона в этом коллективе. Ну, все славные ребята, все люди были замечательные, но с повернутыми мозгами, судя по всему. Ладно, бог с ним. Так вот, к девяти часам мы посчитали все голоса, распечатали вот такие ленты из этих скейнеров, я не знаю, как их назвать правильно, табуляры. И их приклеили вот так, лентами приклеили на стеклянные двери. Это было в Голлф Клаб, на Милвоках, знаешь, да? Да, конечно. Сто, по-моему, или тысяча адрес. Да, да, да. Это для паблок, чтобы люди могли прийти, там, посмотреть цифры и так далее. То есть, я не понимаю, каким образом, ну, то есть, я понимаю, каким образом фрикен штаты, которые возглавляются там демократами, не могут посчитать, там, в одной какой-то деревне 300 человек живет, они не могут до сих пор посчитать голоса, но это же дебилизм полный, или люди действительно, или за идиотов всех держат, или там собрались одни идиоты. Ну, в общем, вот так. Ты понимаешь, самое интересное то, что никого не интересует, никто никого ни за кого не держит, никто никого не волнует, скажем так, и все. То есть, абсолютно не интересует твое мнение, мое мнение, съедим по-любому, да. Значит, я приехал домой чуть живой, да, еще случилось там, то есть, у нас был, как бы, была сменная судья, которая, там, тебе нужно выйти или перекусить, или что-то, она подменяла, садилась и так далее. А рядом со мной сидела пожилая женщина-судья. У ней был маленький участок, да, кстати, у меня, мне досталось два участка, и самые массовые. То есть, каждый из них обслужил в два раза меньше людей, чем я. Моих бюллетеней с моими инициалами было в два раза больше, чем каждого из этих шесть, пяти судей, кроме меня. Потому что не знаю, как так получилось, или мне случайно достался такой участок, или они знали, что они выбирают. Использовать без остановки. Да, то есть, меня использовали когда. Так вот, этой женщине стало плохо сначала, ну, во-первых, я еще из машины не успел выйти, она шла, уже вышла из машины, шла к участку, она упала плашмя. Мы ее подняли, а потом там ей стало плохо, вызвали скорую, в общем, ее везли в госпиталь. И эта подменная судья села рядом со мной, и дальше нам уже не выйти, не зайти, не оторваться было. Сидели. Так вот, несмотря на то, что я приехал домой такой полуживой, а мы каждый выбор и традиционно собираемся в такой компании, дружной, тесной, и следим за тем, что происходит. Ну, и поехали мы все-таки, несмотря на мою эту усталость, правда, должен сказать, мы приехали, хозяева настолько радушные, настолько гостеприимные, такой шикарный стол, но меня уже ничего не интересовало. Возьмай сухарик, я открою поспать. Да, все смотрели, слушали, так сказать, комментарии смотрели. Скажи мне, вот я тебя перебиваю, потому что... И спорили. Чтобы ты не ушел от этой... Я не уйду, все, я сейчас... Окей, давай. Спорили и так далее, но, в общем, я уснул. То есть, включили факс, шел все время факс. Да. Я уснул, и потом в какой-то момент уже где-то в третьем часу ночи я проснулся и несколько минут смотрел факс, и я понял, что все, что сейчас происходит вот на телеэкране, это шоу. От того, что они там говорят, от того, что мы здесь говорим, ни хрена ничего не изменится. То, что они подогревают, там вытаскивают Хуана или там эту... Дану Бразилу. Дану Бразилу. Это чтобы подогреть, чтобы завести, чтобы прицепить нас к экрану, чтобы мы смотрели, у них рейтинги растут, они нам всякую хрень несут. Это шоу, это бабки, больше ничего. К сожалению, я факс был лучшего мнения. Вот сейчас я посмотрел, но единственное, значит, наша гостеприимная хозяйка там на телефоне посмотрела, вышла в другую комнату, посмотрела, послушала и говорит, ты не представляешь, что сейчас сказали на CNN. Значит, фраза звучит примерно так. Несмотря на то, что мы не можем выиграть, это не значит, что мы проиграли. Понимаете, как хотите. Значит, я говорил до этого, и после того, как я посмотрел вот то, что происходит, что, к сожалению, это выборы президента, это не политическое решение, это решение юридическое, то есть окончательное решение будет приниматься в суде. Все, период. Потому что, скажем, республиканцы, играя по правилам, проводили колоссальную команду. Трамп, во-первых, не перестает меня удивлять. Человек в своем возрасте проводит по несколько ралли в разных городах, в разных штатах, и, по-моему, в некоторых случаях по четыре ралли в день. А что делала тем временем демократическая партия? Байден сидел в подвале, Коми, Камала, я имею в виду, где-то тоже там пряталась, а обамовские опричники занимались тем, что готовили подсчет голосов. То есть избирательная компания республиканцев занималась традиционной избирательной компанией, а демократы занимались подготовкой фальсификации выборов. Вот вывод, к которому я пришел. Каждый занимается своим делом. Вопрос к тебе. Вот ты сам затронул эту тему. Ты говоришь, мы смотрели там комментарии и так далее. И вот у меня к тебе вопрос. Человек, который этим все-таки занимается, может быть, мы не, как сказать, мы не Иван Уильямс и мы не Шан Хеннеди, но мы этим занимаемся. Мы этим интересуемся, мы в этом. Объясни мне, что там было слушать. Вот у меня мозги пухли от вот этих нажатий на экраны. А давайте переведем это здесь, включим. А вот тут мы выключим. А если мы перенесем вот это сюда, а это туда. Вот я только что сформулировал. Их задача держать нас у экранов, потому что растут рейтинги, потому что идет реклама, идут бабульки, бабки, бабуленьки. Все, больше ничего. Ничего ты не услышишь, никаких выводов ты правильных не сделаешь, ничего не поймешь. Они не предскажут тебе будущее, они тебе не расскажут о прошлом, о настоящем. Нет. Они будут играть свою игру, чтобы держать тебя у экрана. Все. И поэтому у них там представлены разные точки зрения, чтобы еще, может быть, и Бразил, и Иван Уильямс, чтобы оттянуть какую-то часть либерального электората, чтобы они смотрели, потому что они услышали нечто такое, что им душу греет. Ты понимаешь, то есть, все, больше ничего за этим нет, слушать это, вникать в это, пытаться, так сказать, проанализировать, следовать их мысли бесполезно. Это не имеет ровным счетом никакого значения. Там был, то есть, я вчера удивился, я никогда не обращал на это внимания. Я всегда считал, что Марта Маккалом, она, ну, такая, знаешь, вот типичная ведущая. То есть, она там что-то должна знать, что-то, она же в чем-то, она женщина. Она, так как она вчера, перебивала всех подряд, Брэд Берр, она перебивала этого Терли, она перебивала всех, при этом ничего не говоря, и ей никто, знаешь, хоть бы кто-то ее там под столом сказал, слушай, перестань ты перебивать уже, насколько можно. Давай я обратился к нашим радиослушателям. Добрый день, пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые ведущие, я вас всех поздравляю с вашим почти что совершеннолетием. Спасибо. Желаю, чтобы вы жили всегда. Спасибо. Чтобы ваше радио существовало всегда, потому что это, как многие говорят, золото, может быть и бриллианты, но это оживительная вода для нас. Спасибо. У меня к вам вопрос, Сергей. Победил ли у вас на участке травм? Потому что у нас победил. Я, честно говоря, не могу сказать. Вы не обратили внимания. Но я занимался, у меня был определенный участок работы, а подсчетом голосов занимаются другие люди. Но самое интересное, что даже не это, по-моему, все, так сказать, стряпается дальше в комиссии. Мне кажется, фальсификация происходит в центрах консолидации. Абсолютно, потому что на местах как бы оно не имеет особого смысла, и оно все на виду. Скажем, сводились бюллетени, у меня там 284 бюллетеня прошло, вернее так, по моим данным прошло 282 бюллетеня, по компьютеру выдал 284 бюллетеня, а два бюллетеня разница. А это у вас на участке 284 или это лично у вас? Это только у меня. Там шесть судей было. О, мой гад! Вот, поэтому, ну, я должен сказать, что было все нормально, прилично, никаких очередей. В какой-то момент вдруг наплыв был, там несколько человек встали в очередь, а так все проходило нормально. Не в этих участках, по-моему, фальсификация происходит, а немножко дальше, туда, там, где протоколы подписываются, формируются, там, где доступ ограниченный людей со стороны, вот там это все происходит. Спасибо большое за ваш звонок, добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Сергей Анатолий, это еще раз Женя. Да. Ну, вы меня так обрубили резко на моем таком сарказме. Конечно же, не все пропало. А если Америка нуждается в том, чтобы пройти через такую правовую прививку от фальсификаций и наказания виновных, то я думаю, что она это пройдет. Потому что по фрау Уитмар в Мичигане, ну, тюрьма явно заждалась. Женя, ты понимаешь, пройти-то она пройдет, но у меня впечатление создается такое, что то, что мы сейчас проходим, это такая генеральная репетиция чего-то того, что замышляется во много большем масштабе. То есть на сегодняшний день испробуются вот эти методы, какие работают, какие не работают на будущее. То есть сегодня от того, что Трамп выиграет или Трамп проиграет, 4 года это вообще ни о чем. Ну, выиграет он и 4 года, останется у нас Сенат, хаос мы по-любому не возьмем. То есть ничего не изменится, все будет так же, как оно было прошлые 4 года. Но вот то, чем они сейчас занимаются, они подготавливают очень серьезную почту на будущее. Это генеральная репетиция, вот и все. Анатолий, Сергей, это же правильно, потому что Трамп перекраивает не только американскую повестку дня, но и мировую. Да? Это действительно так. Спасибо большое. Колоссальные сдвиги произошли на внешнеполитической арене. Колоссальные. То есть никто не мог себе там несколько лет назад представить это. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Знаете, вот скажу первые слова поэта. Бойных мало, вот и нет у лужаков. Понимаете, вот сейчас что происходит. А второе, интересная деталь. И только сегодня, только сегодня, а еще пару дней назад нигде не было. Сегодня появилось на онлайн вооруженных магазинах, можно взять стволы. Сегодня. Ни вчера, ни вчера не было. Интересно. Это тоже нехорошая характерная деталь. Да? Да. Спасибо. Интересное наблюдение. Поживем, посмотрим. Да. Я не знаю, будет ли. Сегодня какой-то я месяч получил о том, что где-то в Вашингтоне там какие-то силы стягиваются и так далее. Возможно, ждут реакцию на решение суда, как мне показалось. Но, еще раз говорю, по-моему, решаться все будет с этим. Толя, вот из тех отрывочных, так сказать, моих просыпаний и... Прихода в себя. Прихода в себя, да, то, что я понял. В какой-то момент при подсчете голосов, когда разрыв между Трампом и Байденом стал расти в пользу Трампа, Штаты остановили подсчет голосов. Абсолютно. И решили уйти на перерыв до следующего дня. Ага. А потом, когда ты проснулся... И ни одного такого умного, грамотного либерала это, так сказать, не взволновало и не вызвало у него вопросы. Или у них... Нет, у них есть вопрос, почему это не было сделано раньше. А, вот так. Вот и все. То есть, другими словами, как мне представляется, во время подсчета голосов, когда разрыв стал увеличиваться, Штаты, которые возглавляются, как правило, демократами, остановили подсчет, потому что их это напрягло. Потому что там уже где-то 94% посчитали, где-то там 90% и так далее, что еще немножко посчитают, и можно объявлять победителя. Тогда остановили, и у них прошла, похоже, бурная ночь. Они начали выкатывать эти траки, телеги, искать в подворотне, бюллетени, mail-in, так называемые, которые без подписи, без... Слечить ничего ни с чем невозможно, это просто листок бумаги, напечатанный, на котором написано или зачеркнуто кем-то, когда-то, и кто автор этого бюллетеня, так сказать, ничего узнать невозможно. И началась вот эта машинная возня, и сейчас вдруг этот разрыв начинает сокращаться. Они считают эти бюллетени. Причем очень резко сокращаются. И как, да, и как заявил пару дней назад генеральный прокурор штата Пенсильвания, сказал, если все бюллетени будут подсчитаны, мол, Трампа там ловить нечего. Как справедливо заметил Рашлин бы сегодня, не-не, друг мой, не все фрикен бюллетени, а законные голоса должны быть подсчитаны, а не бюллетени, которые вы, уроды, нарисовали, которые с вашей подачей нарисовались. То есть бюллетени отправлялись хрен знает куда, хрен знает кому. Люди уже давным-давно переехали, живут в других местах. Кто-то эти бюллетени получал, кто-то делал. То есть это такое широкое поле для фальсификации. Так вот не все бюллетени должны быть подсчитаны. Голоса, только законные голоса должны быть подсчитаны. Это ли несправедливый подход к выборам в Соединенных Штатах Америки? А ты не заметил, как красиво сказал тот же вот этот генеральный прокурор и как красиво сказала секретарь Эвстейн? Вот эта женщина называется, смотрите, следите за руками. Значит, игра слов. Мы обещаем, что все бюллетени будут подсчитываются честно. Да-да-да, все бюллетени подсчитываются честно. То есть мы не нарушаем метод подсчета бюллетеней. А вот что из себя представляют бюллетени, это уже другая история. Это у нас никто не спрашивает. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Здрасте. А, Сереж, я не защищаю Байдена, чтобы вы понимали. Но я вам хочу сказать, что мне кажется, вы просто не верите в то, что американский народ может выбрать другого президента. Почему я верю? Ну, вы говорите все время, что это как бы, ну, это спальсифицировано. А вот теперь смотрите, значит, демократы в последнее время объясняли вот это решение голосовать по почте, как бы, результатом пандемии. Так, да? Да. А вот первый законопроект, который подали демократы, был 3 января, когда о пандемии никто ни сном, ни духом не знал, не слышал, не видел, не понимал. Но они уже заранее, понимаешь, какие провидцы, а, они подали законопроект, который бы разрешал голосование по почте. У вас это не вызывает вопросов? Ну, я так не вникаю в это, в подробности. А можно я вам тогда, если вы не вникаете, задумайтесь еще на одной ситуации. Значит, в штате Пенсильвания, о которой мы все говорим о том, что это будет ключевой штат в решении, кто победит, в штате Пенсильвания за буквально два месяца, может быть, полтора, до начала голосования вдруг резко Верховный суд штата меняет закон о принятии бюллетеней. Вас это не наводит ни на какую мысль? Я не знаю, может быть, я не слышал про это, я не слушаю так подробно. Вот поэтому, нет, дело не в том, как вы думаете, дело в том, что вы говорите. Вы говорите, вот вы не подразумеваете, не считаете, что американский народ может выбрать другого президента. Может, если этот президент идет на честные выборы и проходит всю полностью процедуру выборов, процедуру ралли, процедуру голосования, где абсолютно честно сверяются все подписи, где нужно предъявить какую-то форму идентификации, driver's license или state ID, чтобы выяснить личность человека, вот тогда можно выбрать хоть папу Карла, неважно. Но, когда народ заведомо, не народ, а когда народу заведомо втюхивают, что вам не нужны никакие формы ID, мы не собираемся сверять никакие бюллетени. Эти штампы, которые поставлены на бюллетени, абсолютно неважно, он поставлен до дня голосования или после дня голосования. Вот тут закрадывается вещь. Да, могут выбрать другого президента, но каким образом? Спасибо за ваш звонок, так или иначе, да. Спасибо. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Вы знаете, из каждой выборы практически была фальсификация. От 3 миллионов до 7,5 миллионов каждые выборы, это были как бы мертвые души, нелегалы и так далее. То есть удивляться вроде бы нечему, да. Теперь вот второй, то, что он сказал, вот этот вот мужчина, звонивший передо мной, что почему бы не выбрать другого президента. Но ведь дело в том, что вот мы видели, когда Трамп приезжал, его окружали миллионные, ну, многотысячные толпы. Когда приезжал на встречу со избирателями вот этот полудохлый Байден, было десятки, и все. А иногда вообще это состояла вся эта вот, как бы, аудитория из средств массовой информации. И вы знаете, что мне кажется? Они ни за что не дадут Трампу выиграть, потому что на них, на каждого, вообще-то, дело такое, что каждый из них должен сидеть в тюрьме. Поэтому не дадут. Я больше чем уверена, что все будет фальсифицировано, к сожалению. Спасибо большое. Спасибо за ваш звонок. А я уже говорил, Байдену не нужно было проводить кампанию, потому что они занимались другим. Они готовили механизм, они проходили тренинги, отрабатывали систему, каким образом они сфальсифицируют выборы. И кампания их абсолютно не интересовала. Было это, ну, Трамп, я еще раз говорю, Трамп проводил потрясающие совершенно встречи. Байден, это была ширма. Да. Понимаешь, это просто была ширма. А вот за кулисье работала одна его компания. Все остальное делали под столом. Конечно. Все делали под столом. Их кампания не интересовала. И то, что ралли, в котором принимают участие 8 журналистов и ни одного постороннего, вот это ралли называется. Им это не нужно было. Им нужно было отработать схему, каким образом, вот так, как сейчас происходит, вбросить фальшивые бюллетени с тем, чтобы украсть выборы. Мы вернемся буквально через несколько минут. Возвращаемся в программу «Народная трибуна». Телефон в студии по-прежнему 847-400-5200. Сейчас обязательно примем звонки. Но прежде чем принять звонок, я хочу сказать, что сегодня день рождения. В эти дни день рождения не только в радио. Замечательный бард, поэт, автор Григорий Дикштейн отмечает день рождения. И мы его от всей души поздравляем, желаем его, чтобы он был нам здоров до 120, и чтобы продолжал свое творчество. С днем рождения. С днем рождения, Григорий. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Я в 2016 году голосовал за Трампа, и в этом, естественно, году. И, в общем-то, интересно было, я отслеживал, как понемножку происходило. В общем, сейчас, по-видимому, нет смысла о том, как проходила кампания, потому что это уже в прошлом. Я сегодня, я иногда слушаю радиостанцию, есть там такой Том Хартман, он вообще-то толковый человек, но он... Ну, левый, по мозгу костей. Нибирал, да, да. Я мне, он далеко до того, чтобы нравился, но я иногда слушаю, мне хочется знать и другую сторону. В общем-то, сегодня он немножко анализировал, и, в общем-то, там звучали голоса, вот, прекратить кампанию подсчета. Мне не совсем понятно. То есть, то, что там говорилось, мне понятно. Только мне непонятна вот система. Если штаты Мичиган, Северная Каролина... Нет, Мичиган нет. Северная Каролина, Джорджия, Пенсильвания, Аляска, еще идет подсчет, насколько я понимаю. Он еще не завершен, ну, голосование по почте и так далее. Что они имеют в виду? Прекратить подсчет в этих штатах или, так сказать... Потому что в совокупности эти штаты дают 50 с чем-то голосов выборщиков. То есть, может быть, где-то 50... Надо мне посмотреть. Точнее, я сейчас не готов. Я не знаю, что имел в виду Том Хартман. Ну, то есть, трудно судить, если конкретно. Можно предполагать что-то? Я не знаю, может быть, он имел в виду, что если, допустим, Байден выигрывает Неваду, выигрывает Мичиган и Вискансен, то, в принципе, можно заканчивать, сливать воду, потому что он наберет свои 272 голоса. Там много. А вот команда Трампа, предполагает ли они потребовать пересчет в Мичигане и Вискансене? Я думаю, что без этого не обойдется. Конечно, будет... Не обойдется, да. Да, поэтому я сказал, что... Это все будет идти по инстанциям, сначала в апелляционный суд, потом, и если ничего не решится, значит, Верховный суд, как это было в 2000 году. Хорошо, посмотрим. Да. Спасибо. Спасибо большое за звонок. На самом деле, действительно, несмотря на все эти цифры, на все эти разговоры, я думаю, что все-таки все будет решаться в суде. Некоторые мои знакомые юристы выражают сомнения по поводу того, а есть ли типа кейс? Есть кейс. Потому что странно, когда это было такое, когда в самый разгар подсчета голосов, я такого не припомню, даже вот в прошлые выборы, когда уже демократы совсем потеряли голову, вдруг остановили подсчет голосов. И что это? Где это в законе прописано? Что можно взять, остановить, отложить на несколько дней или на несколько часов, потом начать? Все время традиционно победитель объявлялся в день голосования. И если какая-то сторона не согласна, как это было в 2000 году, они тогда подают апелляцию, требуют на основании чего-то, каких-то сомнений, требуют пересчета и так далее. Так что вполне допускаю, это был единственный разумный ход со стороны Трампа, обратиться к юристам и попробовать решить эту проблему в юридической плоскости. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Будьте добры, ответьте, пожалуйста, как может корреспондироваться количество голосов выборщиков с количеством общего количества голосов? Как это сопоставляется между собой? Спасибо. Спасибо. Ну, это уже, будем говорить так, это идет в историю. Каждый штат имеет определенное количество, в зависимости от населения штата, в зависимости от... Конгрешнл дистрикт. Конгрешнл дистрикт получают определенное количество электорального голоса. И вот эти голоса, единственная разница в том, некоторые штаты, если ты должен победить полностью во всем штате, чтобы получить все голоса, а вот так, как, допустим, в штате Мейн, тебе нужно выиграть там определенное количество для того, чтобы получить, например, там три голоса в штате Мейн. Но, если ты выигрываешь, например, там 60% или там 35% голосов, ты получаешь один голос, а твой оппонент получает один голос. То есть, пропорционально делится. Да, делится. Поэтому, то есть... Таких, по-моему, четыре штата. Там, получается, Невада... По-моему, четыре штата, но... Мейн, что-то такое. Короче, все сводится к тому, какое количество электоральных голосов получает каждый или выдает каждый штат. А в одном штате, в котором проживает огромное количество легалов, нелегалов, такой, как Калифорния, это неважно, что там будет. Все равно количество выборщиков определено. Проголосовало там, может быть, количество людей больше, чем несколько штатов, которые там рядом. Оно никак не соприкасается, не пересекается и не имеет ровным счетом никакого значения, поскольку у нас не демократия, все-таки, я напомню, а Конституционная Республика и вот как раз коллегия выборщиков и отличает прямую демократию, которая нередко переходит в ахлократию, от Конституционной Республики. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Сергей Анатолий, простите еще раз, это Женя, но не могу удержаться, как говорится, душа болит, а сердце стогнет. Я бы хотел поделиться своей болью по поводу штата Иллинойс и там Аризона и всех, а еще и Нью-Йорка особенно. Понимаете? Потому что вот потом вот этот плач Ярославный о том, как у нас все плохо, все громят, ВЛМ беспредельствует, где же полиция. Ответ один, посмотри в зеркало. Где-то так. Спасибо большое. У меня появилась одна мысль, когда я посмотрел на наш штат и на то, кто выиграл в нашем штате. Кстати, я хотел немножко поговорить о том, что произошло в нашем штате, в благословенном кавычках. А произошло, знаешь, меня удивляет такая вещь. Мы уже сколько лет живем в абсолютной заднице в этом штате. Причем, неважно, плачем мы, не плачем мы, но мы живем в заднице. У нас голова из этой задницы просто не вылазит. Потому что вот благодаря таким политикам, которые нас тут имеют. И при всем при этом, ответ на вопрос вот этого радиослушателя. А вы не допускаете, что могут выбрать другого президента? Вы знаете, я уже не допускаю. Знаете почему? Потому что Джен Чакавский девятый срок сидит в Конгрессе, в Нижней Палате. Палец о палец не ударяет и набирает 82%. Откуда? Объясни мне. Единственное, так сказать, чем она отличилась, это во время приезда в Конгресс премьер-министра Израиля, так она подключилась к бойкоту премьер-министра Израиля Бенджамина Нетаньяху. Это вот единственное ее яркое выступление политическое, какое хотите. И тем не менее, действительно, она на девятый срок избирается. Уму непостижимо. Совершенно блестящий человек, абсолютно, как человек. Пемьер-министра, спецназ, 20 лет в армии, горячие точки, абсолютно в полном уме рассудки. Причем понимает всю эту кухню, которая варится. Он не просто так, знаешь, солдат, который солдату, кроме автомата, ничего не знает. Нет. Я беседовал с ним и не один раз, и ты с ним разговаривал. Человек, который все прекрасно понимает, как работает Вашингтон, как работает Конгресс. Блестящий оратор, абсолютно. Человек, который чувствует аудиторию, понимает проблемы. И нет, он набирает 30%. Она, по-моему, 62 набрала, а он 30. Ну, они начали там, она набрала 81%. В общем, или другой пример. Пэт Брайан. Коррумпированная, абсолютно беспринципная кимфакс, которая позволяет беззаконию твориться, которая отстаивает интересы преступников, а не граждан. Вот, принципиальное в отстаивании интересов преступников. И он, человек, который проработал судьей, человек, который проработал, уже был прокурором штата, человек, который знает это все, проигрывает какой-то juvenile court attorney, и он ей проигрывает в Ку-каунте? Потому что наше либеральное, прогрессивное человечество очень чтит заслуги Джорджа Сороса перед нашей страной. А ведь именно он, этот коллаборационист нацистский, финансировал ее избирательную кампанию. Они его слишком чтут. Он так много сделал для страны. Я прошу прощения. Ну, хрен с ним, кто ей помог. Но люди, которые ее избирают, они кричат, что у нас крайм выше крыши. Убивают детей, людей на улицах просто кладут пачками. Это же она, которая выпускает вот этих убийц. И вы за нее идете и голосуете. А потом кричите, что у нас, а потом выходит такой, есть в Чикаго такая фигура, Фадер Флэгерти, который на Сауссайде зарабатывает, просто гребет деньги лопатой за счет вот этих несчастных черных, которых там кладут штабелями. А он выходит и выводит целые митинги на 290-х хайвей. Против законного овладения оружием. Против законного овладения оружием. Точно так же поступает Билл Шнайдер с 10 округа, тоже основная мантра которого это запретить владеть оружием. И дебилы, простите меня, но я другого слова не нахожу. Я знаю много людей, которые голосуют за демократов, которые тоже любят оружие. И тем не менее они голосуют за этого Шнайдера, к шныру Шнайдера, чтобы он стал... Ну, у меня нет слов. Не голосуют за Джинни Айвз, за женщину, которая на 200 голов умнее, толковее этого Шана Кестена. Намного. Я еще раз говорю, я слушал... Шан Кестен проходимец. Самый настоящий. Самый настоящий афирюга и проходимец. Я слушал их дебаты, там вообще он рядом не стоял с этой Джинни Айвз. И тем не менее выбирают Шан Кестен. Я Джинни Айвз вспомню с той минуты, когда она во весь голос в нашем конгрессе, в местном, в Иллинойсе, выступила против увеличения налогов. Против... Блестящая совершенно речь, мудрая, основывающаяся на фактах, на законах экономических, она выступила против этого. Но господа либералы настолько умны, что они голосуют за людей, которые повышают нам налоги. И при этом говорят, что ну мы в принципе не против платить немножко больше, чтобы решить, какого хрена вы не платите немножко больше. Кто вам запрещает? Вы же используете каждую лазейку, блин, чтобы уменьшить свои налоги. Каждую мелочную лазейку вы нанимаете адвокатов, нанимаете CPA грамотных, которые дорого стоят, чтобы вам не платить по максимуму налоги. Кто вам запрещает выписать чек несколько тысяч в казну Притцкеру? Платите больше, если вы не против. Так нет. Вы же хитрожопые, вам же нужно... Вы же выкрутитесь, вы же наймете еще адвоката, еще одного CPA, чтобы не заплатить налоги. А семья, которая живет от чека до чека, которая пашет, как не знаю кто, их обдерут. Вам насрать на них? Сердобольные, блин. Я просто не понимаю наш штат. Я понимаю... Ты знаешь, я посмотрел Баби Раш, ты видел? Он набрал 81% Баби Раш, первый дистрикт. Это тот, который начинал свою карьеру с дилинга наркотой? Да, 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 это именно он. И по-прежнему, похоже, крышует эти наркобанды? Он уже 40 лет у власти и набирает по 80%, ты правильно сказал, именно через его дистрикт проходит вот эта вся наркота. Да, через первый дистрикт. 32 миллиарда долларов прошло через первый дистрикт. И вот эти два брата, которые стали у власти после Эл-Чаппел, вот они эти деньги пропускают. И он набирает 81%. Кто за него голосует? Ну, вот те, кто этим занимается. Ты понимаешь? А ты представляешь, какое там количество денег? Так там же идет подкуп. Там же даже никто их голосовать не ходит. Им просто говорят так, ребята, сколько вам там стольничек за бюллетень? Да, быстренько заполнили, подписались и продали нам. А мы сами разберемся, что, куда, зачем. Вот и все. А как иначе набрать 81%? Ну, есть на фоне всего этого безумия абсолютного, есть и хорошая новость. Все-таки и у некоторых либералов, которые не отморожены до конца, у которых, ну, есть что-то осталось еще, хоть какая-то толика самосохранения, инстинкта самосохранения. Все-таки этот безумный план по изменению Конституции в части вот налогов провалился. Притскер может утереться, несмотря на массированную компанию по телевидению изо всех щелей. Я обалдевал, у меня уже, она мне снилась, я не понимал, я сплю или я это наяву слышу из каждого утюга. Мы маленький бизнес, вот мы за налоги. Я думаю, блин, какие в заднице налоги у маленького бизнеса. А вот теперь скажу, ну, значит, по некоторым данным у нас в штате 11 миллиардеров, из них 6 миллиардеров носят фамилию Притскер. И какой идиот может поверить в сказку, что Притскер хочет обложить Притскеров налогами? Ведь он же говорит, что только миллиардеров будем, так сказать, трясти. А это ж нужно быть настолько наивным, чтобы в это поверить. Кто же вам, господа Притскеры-Поцкеры, запретил выписать чек в казну с тем, чтобы покрыть дефицит бюджета в нашем штате? Ваше состояние оценивается где-то порядка 26 миллиардов долларов. На каждого из Притскеров приходится, кому 2, кому 3, кому 5, кому 6. Ну, скинулись. Чип-ин. И погасите долги, если вы такие сердобольные, если вы так печетесь о среднем американце, о среднем жителе нашего штата. У нас бюджет составляет 1,2 миллиарда. Я имею в виду дефицит в бюджете. 1,2 миллиарда. Это те 1,2 миллиарда, которые Лайтфуд пытается покрыть 94 миллионами долларов. Как? Я не понимаю. Ну, неважно. Так вот, объясни мне действительно, что там сбросились, да? По чуть-чуть. Значит. Уволили немножко дармоедов из штата. Уволили немножко дармоедов из сети холла. Не могут, не могут, потому что, понимаешь, с профсоюзом, они же обеспечивают профсоюз государственных служащих, профсоюз учителей, которые заправляют всей грёбанной системой образования. Просто атас. Они не могут, они не могут никак. Так вот, какая-то часть либералов, у которых мозги ещё не до конца отбитые, проголосовали против. Но я думаю, что со временем, ну, пуц-поцкиру, ведь ничего не оставили, они всё равно будут повышать налоги. Конечно. Они будут повышать налоги, потому что деньги тратят, как матрос, пьяный матрос в баре. В баре, да. Так вот, может быть, когда он ещё раз повышал, хотя бы, бесполезно, повышали же налоги. Он, кстати, когда шёл на выбор, он говорил, я вам буду повышать налоги, и они за него проголосовали. А сейчас что происходит? А этот бидон, из подвала, бидон... Я буду только облагать налогом 400 тысяч, они каждый у меня заплатят. А ничего страшного, что если не сможем получить с этих, придётся получить с тех. Понимаешь, вот миллиардеров всего 1%, миллионеров там 3%, и даже если у них отнять все деньги, этого всё равно не хватит. Конечно. А вот зато вот средний класс, вот этих-то мы пошерстим, с этих можно настричь шерсти. Но, к сожалению, либералы с арифметикой никак нет. Они только знают о глобальном потеплении, о том, что вот... Так подожди, они ещё в Алабаме устроят 15 долларов минимум wage, там типа Алабама, Миссисипи, да, там вот эти вот штаты, да, южные, где вообще люди зарабатывают копей, вот поднимут ещё минимум wage, и тогда получится... Вот действительно, кто был не кем, тот станет всем, только не понятно, кто их будет держать на работе. А не будет работы. Вот, а её я... А работы не будет. Да. А все работы уйдут опять в Китай, если бидон из подвала выиграет выборы. Потому что он куплен китайцами с потрохами, с дерьмом, со всем на свете. И как эти пацаны, которые за него голосуют, не понимают. То есть, я понимаю, что фальсификации... Они за него голосуют. А против Трампа все? Нет, некоторые есть. Нет, нет, нет. Они не за Байден. Они считают, что они голосуют за демпартию. Ну да, за Хелли, за Акасия Кортес. Да, да, да. То есть, Байдена они быстренько уберут. Да, конечно. Ну и в любом случае... Люди же не понимают, что Байден... То есть, люди понимают, что он не фигура. За ним стоит... Вот ты правильно сказал. Хелли стоит, Акасия стоит, Элизабет Уоррен и так далее. Вот кто будет нами управлять. Байден-то здесь при чем? Он течется своим характером. Хотя, какой там задницу характер? Но он здесь ни при чем. Да, да, да. Он говорит про характер, про дигнение. Он же никогда в жизни не получил ни одной копейки от иностранного капитала. И, к сожалению, благодаря проституткам из средств массовой информации, благодаря этим мажорам из соцсетей, которые миллиардеры управляют соцсетями, половина леволиберального, прогрессивного человечества вообще не знают о похождениях семейки Байдена. Ничего не слышали, ничего не понимают. А вторая половина, которая знает, слышала и понимает, их это устраивает. Ну, такая школа Алинского. Цель оправдывает средства. Для этих большевиков ведь все равно миллион человек посадить в лагеря, там, 10 миллионов расстрелять. Какая хрен разница? Главное, идея. 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 И власть. Вот и все. Власть для тех, кто у власти. Ну да. А вот те, кто за них голосует, я даже не понимаю, что является стимулом. Он говорит, что я вас буду грабить. Хорошо, грабь нас, да. Я построю социализм. Да нет. Ну, какой социализм? Это другой. Ну как, ну пробовали. Да нет, ну это был плохой. Мы хороший социализм построили. Знаете, какой? Победивший социализм в СССР, национальный социализм в Германии, или какой-то либо другой, там, демократический социализм. Как вы это не называете? Или фашизм, когда собственность на средства производства принадлежит частным лицам, а руководят всем, контролируют все, определяют все государство. Вот это называется фашизмом. Вот это то общество, которое вы, прогрессивные, пытаетесь построить. К сожалению, времени больше не осталось. Друзья, спасибо огромное всем. Всем всего хорошего. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон»